В настоящее время в нашей стране проживает примерно 166 наций и народностей. Россия обладает уникальными культурными особенностями. Жители России говорят более чем на 230 языках и вместе образуют единый многонациональный народ. Среди них православные, мусульмане, буддисты и мудрители, представители других религий, согласие среди людей самых разных национальностей и вероисповеданий. Как много национального государства, Россия формировалась на протяжении веков. Великая история страны и ее культурное богатство – плод огромных усилий и трудов многих народов. В каждом большом и малом народе мы найдем именно тех, кто оставил свой знаменитый след российской государственности и русской культуры. Россия с честью прошла через тяжелейшие испытания. И, конечно же, в нашей памяти отдельное место будет занимать Великая Отечественная война и все войны, которые путешествовали ей. Величие российской культуры определяется достижениями выдающихся ученых, инженеров, художников, композиторов, поэтов и писателей, представителей всех национальностей России. Русский язык – символ взаимопонимания, символ доверия и равноправия. Это свинкрующее звено между культурами народов России и мировой культурой. По составу, то это 59% русского населения, ну, те, которые, в переписи, указывают национальных русских, это примерно полтора миллиона человек. И около 350 тысяч украинцев. Крымские татары – это 232 тысячи человек. Белорусы и армяне – это из оставшихся национальностей выделяется особо, потому что они, и те, и другие, набирают примерно около процентов. Крым. Все приятно здесь очень видеть. Как Андрей сказал, на днях у нас прошел круглый стол на Большой Советской Трице, где мы обсуждали то, как Крым вошел в состав России. Хотелось бы сказать, что Крым не первый раз уже входит в состав России. В середине 18 века, точнее, во второй половине 18 века Крым вошел уже в состав Российской империи, как независимое государство, независимое от Османской империи. Договор, с одной стороны, подписала Екатерина Вторая, точнее, как бы в ее лице лицеканство Пестужев, а с другой стороны, последний Крымский хан – Гелет Герей. Хотелось бы сказать, что за всю историю Россия никогда не была завоевательных войн, всегда были только освободительные войны. Либо войны в защите у бранских народов, таких как сербы, болгары, журналисты, которые таковы и для нас являются. Редактор субтитров А.Семкин